Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение книги Батия по тексту Септуагинты в переводе Павла Юнгерова. И как мы уже в нескольких беседах касались вопроса о том, что первый мир, который погиб в водах потопа, он являет нам гибель второго мира. Второй мир — это мир, в котором мы живем, послепотопный мир, который сберегается для огня. И во втором послании Петра, 3 глава, с 10 стиха и ниже, сказано «Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса шумом придут, в стихии же разгоревшись разрушутся, земля и все дела на ней сгорят». Если так все это разрушится, то какими должно быть святой жизни и благочестие вам, ожидающим и желающим пришествия дня Божия, в которой воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают. Впрочем, по обетованию его ожидаем нового неба и новой земли, на которой обитает правда». Таким образом мы устанавливаем, что конец чего-либо является началом чего-либо. И уничтожив первый мир в водах потопа, потом Господь этот мир восстанавливает. И начало 8 главы мы читаем. «И вспомнил Бог о Ное, и о всех зверях, и всех скотах, и всех птицах, и о всех гадах присмыкающихся, то есть и о чистых, и о нечистых, которые были с ним в ковчеге, и навел Бог дух на землю, и перестала пребывать вода». Что значит «вспомнил Бог о Ное»? Такой антропоморфизм, грубый по отношению к Богу, разве Бог что-то забывает. Имеется в виду «вспомнил», «как вспоминает любящий о любимом». И давайте посмотрим, какое объяснение нам предлагает святитель Иоанн Златоуст. «Смотри, как Он, Господь, совершает все в честь человеку. Когда люди гибли от потопа, Он, Господь, вместе с ними погубил и всех бессловесных животных. Так и теперь, желая показать свою любовь к праведнику, в честь него простирает свою благость и на бессловесных животных, и на зверей, и на птиц, и на гадов. И вспомнил, говорит Бог о Ное, и о всех зверях, и о всех скотах, и о всех гадах, присмыкающихся, бывших с ним в ковчеге. И навел Бог ветер на землю, и воды остановились. Вспомнив о Ное и о бывших с ним в ковчеге, Бог повелел остановиться стремлению воды, чтобы ему, Господу, постепенно проявлять свое человеколюбие и праведнику дать, наконец, облегчение, успокоить его, избавив от волнения помыслов и позволив ему и наслаждаться светом, и дышать воздухом. И навел Бог, говорит, ветер на землю, и воды остановились, и закрылись источники бездны, и окна небесные. Конец цитаты. Очень интересное истолкование предлагает святитель Амвросий Медиаланский. Это его трактат о Ное. Он объясняет, что ветер, которым Господь останавливает потоп, это посланный Богом Дух Святой. А Дух Святой – это Дух Любви, как апостол Павел пишет, «Любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым». И Амвросий пишет, «И навел Бог Духа на землю, и воды остановились. Не думаю, что именем Духа здесь назван ветер. Кроме того, ветер не способен высушить потоп, ведь в противном случае море, ежедневно волнуемое ветрами, высохло бы, разве его не осушило бы сила ветра, коль скоро она остановила потоп, покрывший всю землю вплоть до геркулесовых столбов, и высушило море, чьи волны бурлили над вершинами самых высоких гор. Так что нет сомнения, что потоп был остановлен не колебанием воздуха, но действием неба, неизводимой силой любви Духа Божия». Как Бог и творит этот мир от избытка божественной любви, создает человека, движимый божественной любовью, чтобы поделиться благостью собственного существования с еще не существующим, так и остановление потопа, это будет актом любви, как и восстановление нового неба и новой земли после гибели старого неба и старой земли, это тоже будет акт любви. «И закрылись источники бездны и небесные отверстия, хляби по-славянски, и остановился дождь с неба, и стала убывать вода и уходить с земли, и убывала вода после 150 дней, и остановился ковчег в седьмом месяце, в 27-й день месяца на горах Араратских». Число 7 указывает на действие благодати. Действием благодати мы преодолеваем волны соблазнов, зыбкость, неопределенности. Вода же сходила и убывала до 10-го месяца, и в 10-м месяце, в первый день месяца, показались вершины гор, а после 40 дней открыл мной окно ковчега, которое он сделал, и выпустил ворона посмотреть, не сошла ли вода с лица земли, и вылетев, он не возвратился, пока не иссякла вода на земле. Ворон – это нечистая птица. Конечно, все в ковчеге устали от совместного проживания, там были чистые и нечистые животные, а ворон, сам будучи нечистым, он, как отцы намекают, испытывал все время раздражения по поводу других существ, особенно нечистых, хотя сам тоже был нечистый, и он покидает ковчег, этот образ церкви, как некоторые раскольники бегут из церкви, потому что они объявляют кого-то каноничным, кого-то неканоничным, кого-то чистым, кого-то нечистым, и этим самым обнаруживают свою нечистоту, как нечистый ворон улетел и не вернулся. А почему не вернулся? Ворон мог отдыхать на трупах, которые плавали, а чистый голубь себе такого не позволит. И вылетев, он не возвратился, пока не иссякла вода на земле, и выпустил после него голубку посмотреть, не ушла ли вода с лица земли. И голубка, вот видите, Саптуагин-то дает перевод немножко отличный от синодального, но здесь перевод сверкает новыми гранями. И голубка, не нашедший покоя для ног своих, возвратилась к нему в ковчег. Она же не нашла покоя для ног своих, это ворон нашел. Он любит падаль. Раскольники любят говорить о грехах других людей, копаться в их проблемах, говорят о том, о чем нормальным людям стыдно и разговаривать, даже думать, как апостол Павел пишет в своих посланиях. В посланиях есть некоторые темы, которые не должны между нами даже именоваться. И голубка, не нашедший покоя для ног своих, возвратилась к нему в ковчег, ибо вода была по всему лицу земли, и он, протянувши руку свою, взял ее и внес ее к себе в ковчег. И, помедлив еще семь дней, снова выпустил голубку из ковчега, и возвратилась к нему голубка вечером, держа масляничный сучок с листом во рту своем, и узнал ной, что сошла вода с поверхности земли. Здесь не сказано в клюве своем, сказано во рту, потому что голубка – это образ церкви, которая несет людям весть о Божьем прощении, о примирении. И, промедлив еще семь дней других, снова выпустил голубку, и она уже не возвратилась к нему потом, потому что уже были места, где она могла находить покой для ног своих. В 601 год жизни Ноя, в первый день первого месяца, иссякла вода с поверхности земли. Первый день первого месяца – это как бы косвенное указание на первый день недели. Библейский первый день недели – это воскресный день, когда Господь воскрес, наступило оправдание всем нашим грехам. Ибо когда Христос умер, и Его враги, и Его друзья стали ждать, примет ли Бог Отец эту жертву или нет. И когда Бог Отец божественной силой воскресил Сына Своего, и Сам Сын силой ипостасного Божества восстал из гроба действием Духа Святаго, это было свидетельство о том, что жертва принята. Как и сказано, воскрес же Христос за утро, первый день недели. В 601 год жизни Ноя в первый день первого месяца иссякла вода с поверхности земли и открыл Ной кровлю ковчега, которую он сделал, и увидел, что иссякла вода с поверхности земли. А во второй месяц, в 27 день месяца, высохла земля, и сказал Господь Бог Ною так, «Выйди из ковчега, ты и жена твоя». Вот если они входили в ковчег, мужчины отдельно, женщины отдельно, потому что они должны были пребывать в посте безбрачия, то выходят они уже парами. Это указание на то, что они могут возобновить отношения. «Выйди из ковчега, ты и жена твоя, и сыновья твои, и жены сыновей твоих с тобою. И все звери, которые с тобою, всякую плоть от птиц дашь до скота, и всякого гада, движущегося по земле, выведи собою, и возрастайте, и размножайтесь на земле». Ну, для нас более привычно. Плодитесь и размножайтесь по синодальному переводу. Почему это важно было сказать? Ведь Бог раньше неоднократно это говорил. Потому что люди могли испытывать страх. А могут ли они иметь детей? А что, если Бог опять нашлет потоп? Поэтому, подтвердив прежде сказанное «плодитесь и размножайтесь», Бог дает им надежду, что мир будет существовать еще достаточное время. И он будет благословенным домом не только для этих людей, но и для их потомства. «И вышел Ной, и жена его, и сыновья его, и жены сыновей его с ним, и все звери, и все скоты, и все птицы, и все гады, движущиеся по роду своему, на земле, вышли из ковчега. И построил Ной жертвенник Господу, и взял из всех скотов чистых, и из всех птиц чистых, и вознес во всесожжение на жертвенник». Именно поэтому чистых животных взяли больше, чем нечистых, чтобы потом принести их в жертву. «И обонял Господь приятное благоухание, и сказал Господь Бог, размыслив, не буду более проклинать землю за дела людей, ибо помыслы у человека прилежно устремлен помысел козлу от юности его, не буду более поражать всякую плоть, живущую, как я сделал. Во все дни земли посев и жатва, холод и зной, лето и весна, день и ночь не прекратятся». Здесь, конечно, много антропоморфизмов, что значит «и обонял Господь». То есть обаяние, это значит почувствовал запах, то есть Господь оценил жертвенное поведение людей. А слово «размыслив», «размыслив» и сказал Господь Бог, «размыслив», это не означает, что это мысленный процесс, то ли так поступить, то ли так, конечно, нет. Это антропоморфизм, который научает нас ничего не начинать без некого размышления, рассуждения. Это очень важно помнить. Как Христос говорил, если кто-то хочет построить башню, пусть сначала сядет и сосчитает, а хватит ли у него средств. Или кто-то собрался идти на войну, пусть тоже сядет, размыслит и сосчитает, достаточно ли у него силы. Поэтому все эти антропоморфизмы, они помогают нам лучше понять то, не то, каким является Бог, Бог — это Дух, а то, какими должны являться мы. То есть божественные антропоморфизмы, связанные с личностью Бога, это некие-таки назидания, наставления, обращенные к нам. А апогеи всех ветхозаветных антропоморфизмов — это когда просто Бог воплотился на земле, садился одним из нас, как апостол Павел пишет, стал подобен нам во всем, кроме греха, чтобы уже учить нас таким откровенным образом, примером своей собственной жизни. Ибо Христос не только истинный Бог, Он и истинный человек. Итак, сегодня мы окончили чтение восьмой главы книги Батия, и мы увидели людей при начале Второго мира, как они вышли из Ковчега, и Новый мир открыт их взору. И в начале сегодняшней беседы мы вспоминали слова апостола Петра о том, что тот мир, в котором мы с вами живем, он сгорит в огне. Но, как я уже сказал, все, что имеет конец, имеет и начало. И в Библии говорится о том, что однажды мир, который будет уничтожен в огне Армагеддона, он возродится. И об этом мы читаем в книге Откровения на Богослово, 21 глава, с 1 стиха по 4 стих. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежнее земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога, с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос неба, говорящий, все скиния Бога с человеками, и он будет обитать с ними, они будут его народом, и сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу сочей их, и смерти не будет уже ни плача, ни вопля, ни болезни, уже не будет, ибо прежнее прошло». И вот, когда люди выходят из Ковчега, потоп прекратился, они на Араратских горах созерцают обширное пространство под этими горами, и они понимают, что прежнее прошло, весь ужас этих исполинов, это все прошло, все эти грехи, растленности, все это прошло, Бог потопил водами потопа грех, и теперь у людей появляется возможность начать все с чистого белого листа. Воды потопа, они символизируют собою и воды крещальной купели. Когда человек крестит, как бы в этих водах потопляется его грех, и после крещения он имеет возможность начать жизнь с белого листа. ибо прежнее прошло. Но так как после крещения люди впадают в грехи, то церковь установила таинство, которое называется вторым крещением. Это исповедь, покаяние. Таинство исповеди, покаяния, это таинство примирения с Господом, предоставляет нам тоже возможность начать жизнь с белого чистого листа. И когда человек крестится, или когда он после хорошей исповеди идет на причастие, а церковь приглашает его к причастию словами «святая», «святые», он должен ощущать себя в таком состоянии, как будто все прежнее прошло, и начинается новая жизнь. Поэтому окончание восьмой главы очень драматично и очень позитивно в то же время. О том, что будет дальше, мы будем читать следующий раз, исследуя девятую главу, если будем живы, Господь позволит. Друзья, подписывайтесь на библейский портал, чтобы вам не пропускать наши занятия, а вместе с нами приступать к исследованию этих богодухновенных текстов, которые несут велие утешения для всех верующих. Спасибо вас, Господь.